Ну а красноярским школьникам придется потесниться, по крайней мере многим. В ближайшие пару лет на ремонт закроются десяток школ. Сегодня в седьмой гимназии, которой предстоит закрыться уже этим летом, совещался по капремонтам со школьными директорами со всего города мэр Эдхам Акбулатов. Это здание 50-х годов с виду неплохо сохранилось, но безопасным, говорят работники школы, его уже не назовешь. Один из спортзалов даже пришлось закрывать как аварийный. Так что работой здесь на год, минимум капиталить нужные стены и крышу, вдавала полностью обновиться и начинка учебных кабинетов и мастерских. А вместо одного спортзала гимназисты получат сразу три. Видимо уже на перспективу для сдачи нормативов ГТО. Только для ребятишек начальной школы предполагается две гимнастических площадки. И затем будет вот здесь у нас напротив сделана полоса для военно-спортивных занятий. Поле будет футбольное, волейбольное поле, баскетбольное. Ну а сейчас на экране вы видите список школ, которые тоже скоро закроются на капремонты уже в этом и в будущем году. Всего их 10 плюс 82 школу закроют на реконструкцию. Для понимания, всего в Красноярске сегодня 126 школ. И правда, при закрытии 11 детям придется как-то потесниться. На время ремонта школьники будут распределяться по близлежащим школам. И если будет нужно, обещают власти, ребятишек будут даже возить до временного места учебы. Безусловно, неудобства будут. Я не буду кривить душой. Задача заключается в том, чтобы обеспечить максимально эффективное использование мощностей тех школ, которые будут оставаться в эксплуатации. Если будет такая необходимость, мы сейчас это будем обсуждать, значит, нужно будет приобрести дополнительные автобусы. Необходимо будет организовать двухсменную учебу для тех классов, для тех параллелей классов, которые могут быть переведены на такую учебу.